Сегодня слово иммунитет знакомо почти каждому. Дословно с латинского невосприимчивость. Иммунитет – наш телохранитель в буквальном смысле. Основным признаком снижения иммунитета – это частая заболеваемость, в частности, простудными заболеваниями. Могут быть частые кожные заболевания и такая симптоматика, как повышенная отумляемость, слабость, снижение работоспособности. Помочь защитным силам организма перейти в наступление в состоянии каждой. Есть ли курагу, изюм, чернослив и мед. И лимоны. Народные средства и спорт – самое лучшее средство для поддержания иммунитета. Фрукты, овощи, больше на воздухе гулять. Спорт. У нас, слава богу, снег есть, поэтому лыжи, коньки. Баня – это хорошо, полезно. Много лет люди этим пользуются и здоровые при этом. Витамины пьем. Утречком. Душ принять холодный и все. И все будет хорошо. Чтобы результат был заметным, необходимо понять, что заботиться об укреплении иммунитета нужно не время от времени, а постоянно. Основные методы, стимулирующие иммунную систему – это вакцинация, затем правильный здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, возможно, рациональное закаливание. Из лекарственных препаратов – это легкие иммуностимулирующие средства. Народные методы – это фрукты, овощи, в частности, фрукты с большим содержанием витамина С, цитрусовые, черная смородина, шиповник. Ну и, скажем так, один из народных методов – это употребление лука и чеснока. В борьбе за крепкий иммунитет поможет и сеанс расслабляющего массажа с эфирными маслами и тонизирующая зарядка. И не забывайте почаще смеяться. Давно доказано, что смех активизирует все жизненно важные процессы.